Девушки отдыхают 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 Себе рейнджи там, с силой кличкой. Тот же лучший, как Суицадер, намного... Лично моё мнение. Ну, это бензофонд веселее. Да. Особенно у него аватар такой веселый будет. Я бы один по тролля выиграл. Не, там не тролль, там будет именно такой, знаешь, бобзор на драконе. Или это белка, да. У него озвучка самая прикольная. Как он называется, Ол? Бензолот. Сир-бензолот. Сир-бензолот, да. На синим непонятно чём. Какие-то кернозавры Рекс, по-моему. Да, да, такое что-то похоже. Да, что-то такое. Мермидон тоже будет веселый. Тем временем продуманы достаточно баны от обоих сторон. Пести, Дампир, Пебус очень боится мангерка про этих ребят. Инженер Хаммер Магмус от команды Хеллборна. На самом деле, простых персонажей забанил Генка. Персонажи, которые могут одной кнопкой убить. Это, собственно, Хаммер Магмус. Это его в шок повёрк Пик Гензингтон. Просто его в компетитив. Именно поэтому он Дампира и Пебулса забанил? Серьёзно? Скорее всего. Я бы не удивился, если бы он забанил сейчас там Грейфкипера и... Не знаю. О Курсе, да. О Курсе. Типа как Хаммер, Инженер, Магмус, что-нибудь такое там со станок. Они простые и эффективные. Да, да, да. Ну, это работает как бы проверено. Ой, будет. Ой, будет. Ну, собственно, с Изилайном похоже. Мы уже определились, да? Есть, в принципе. Сэндвич, как говорят. Сэндвич. Сэндвич, да. Сэндвич. И давай. И, кстати, да, сейчас коты могут так сделать. Могут. Вот, кстати, Керри-то они ещё не взяли. Свободен изилай. Ну, без эмпатки, конечно, но Сэндвич, она сама по себе Сэндвич. Бомбардир. Да я тебе говорю, это Global Presence. Я сказал, что Ортезия, Моа, вот такое вот. Global Presence. Они хотят... А, кстати, мы тоже об этом думали, типа, Сир Бензинтон, Зевс, Сэндвич, Сэндвич, Бомбардир. И Ортезия. Ну, и да, и Ортезию можно. Или Моа, собственно, тоже хорошо. Или пульс равный. Ортезия, Бомба, большой минус, ассисты не получает. Он у него Global Presence ультой, в принципе, есть. Но ассисты не получает, поэтому для него это не так выгодно. Ну, вот и Суисайдер, я думал. Ну, нет, это не Сэндвич, это Дранкенмастер для команды Легиона. Это не Суисидящий Дранкенмастер, как мы когда-то посматривали в Зи Боди. И, похоже, это будет Изи Лайн. Кайстайл пойдёт Лоудстоуном Суисайдить, Темпас в лесу. Ну, на самом деле, так-то, пик Дранкенмастера, я честно говоря, уащпе не понимаю. Уащпе, зачем он? Да, конечно, если бы у них было много точечных заклинаний. По сути, там Бомбардир, там, Бомба сверху, Бензин, там, Геомантер, Мурмидон, там, чисто Карпала. То есть, как бы ульта его не будет, там, эффективно такая. И ауешет, пацан, не ауешет. Да, если... А вот Сэнда, как раз-таки, она бы тех, как бы, худощавеньких, там, Урмидонов, Бомбардиров, с получения 6-го левела бы разбирала. Сэнда с каким-то, там, не знаю, Радик Дифы-молнией, вот такое, что-то дикое, знаешь. Да нет, там даже в начале, там, достаточно было по Энергайзера и там этапках. В начале, да, дэмэджа-то будет от нее, в любом случае, много, и тем более... А там вообще какие-нибудь диффузы, это... Да, я же говорю, диффы достаточно. Дифы иллюзии, это столько кипиша. А контроль, это вагон, темпост, баблс, лоудстоун, этого уже достаточно, чтобы врагов просто, скажем так, шлепать ладонью по лицу в течение 12 секунд. Вот просто баблс, лоудстоун, темпост, лоудстоун, замедление от лоудстоуна, ульты с сумасшедшим дэмэджем. Это просто именно нарезка просто была бы. В общем, такая стратегия, даже ее на дримхаке часто юзали, типа, темпост, плот, баблс и хага. Такой ауен рейнджа, как бы это, не конкурс. Да, и тогда два других персонажа вообще... И уже не важно, кто там будет, там просто подобивайте, там, дайте хоть пару тычек. Ассистики получат свои. Номадом закончили пик команды Хеллборна, и то, что в ФФ не будет стоять сейчас суисайд, это точно. Номад, похоже, изи-лайн, мидок пойдет. Кто? Бомбардмент? Бомбардмент юнит, наверное, пойдет. Нет, карп. Кстати, вот там такой пик довольно-таки сомнительный. Ну, не то, что сомнительный, я просто чуть-чуть не догадываюсь, может, как лайны пойдут. Ну, смотри, пойдет. Бомбардиру нужно соло. ФФ тоже, ну, ФФ будет, наверное, саппортом. Ну, гениально же, лесной бомбардир, это же самое свежее из решений. Вот я думаю, неужели реально будет какой-нибудь лесной бомбардир? Что выдумают такое? Ну, то, что Гена будет с ФФ, это прям сто процентов. Знаете, я даже представить себе этого не могу, лесные бомбардиры, нет. Я просто шаблон рвется, если я это увижу. Да, париан организуйтесь. Через третий скил, наверное, как-то. Можно, да, почему нет. Через третий. Монокос большой какой-то. Хотя у него большой, но через третий первый можно что-то решать. На самом деле, практически 70% героев Хонца в состоянии быть лесниками. Из них где-то процентов 10 может быть еще такими неплохими лесниками и лишь там процента 3, наверное, эффективные лесники. Собственно, эффективные лесников. Мы уже наблюдали. Можно перечислить на пальцах одной руки. Даже я бы сказал, на трех пальцах одной руки можно перечислить эффективных лесников. Собственно, с топ-2 это Леги и Темпост. Ну, а дальше там уже паразит Афеля. Дальше я же говорю, по-разному Афеля не топовый лесник, но хороший достаточно. То есть, вот, пожалуй, третьим я бы, наверное, назвал именно паразитом. Четвертая разделит по неэффективности, наверное, своей кипер вместе с Афелией. Да, они просто фармят. Где-то там же Варбист, где-то там же. Ну, Варбист, мне кажется, лес, это только в доте канал. Альфа. Что-то, кто же может постоять? Да, я же говорю, 70% игры героев. Мне тоже дальше идет извращение. Не идеальные лесники, но тоже могут. Ну, Бальф там с третьего левела, с базилкой какой-то, да, он уже реально неплох. Но мы же говорим о ферст-левел, потому что это, помню, в далеких 2012-х годах было популярно. Типа, ну, я сейчас снизу до третьего с тобой постою и в лес уйду. Да, 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 я снизу до третьего, а потом в лес. А потом ты будешь стоять третьей против четвертых двоих и думать, блин. А я лесочек пойду. А я лес буду фармить, нормально. Ты главный СС пиши. Ивард, поставь мне. Ну, Шура Стулес суперкрасивый. Все-таки зеленую аватарочку по итогу он выбрал. Сер Бензолот это, по-моему. Нет, это как-то... Бензолот это был другой. А этот Таравинг или как-то так. А, да, Таравинг, да, 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 что-то типа Таравинг, действительно. Ну, Шура Стулес на бензине точно там, где нужно. Вверху пока что мы видим Триплуллю Красотулю, что ли. И ФФМидок. Сейчас ты мне подскажешь, что даже не знаю. Ну, Триплуля быстро станет роум еще и даблой, я думаю. Вверху останется соло-бомба. И это будет любое вещи, плюс генофонди, идущие на Мидок. Как-то так. Кстати, Номада, мы компетитив не очень часто видим. Вам смешно, а бомбер-то лесной будет. Серьезно? Ну, да, это как бы так и думалось. Ну, он любит как бы поизвращаться в какие-то кисники. Женька, ты обещал, я помню, что там, съесть плечо? Нет, шаблон у меня разорвется. Что-то с головой у меня случится, явно. Если он там будет стоять, реально фармить, и будет от него польза, то... Будет стоять и будет фармить. И что самое смешное, польза будет тоже. Ну, бомбер такой пацан, который на шестом будет полезен практически с огромной вероятностью. Вот мне сейчас интересно, это, кажется, коты, наверное, сами себе этот кэм заблокали, да? Я вот тоже не могу понять, достало или нет? Вот на грани что-то. Ну, Боря, я не думаю, что ошибся бы. Тем более, что там есть ренджидикатор. Не про вард, не то, что вард, а они, походу, прошлись рядом, и это их смутило то, что там хрипы не резнулись, и он вард... А-а-а, и он вард из-за этого вот, ну, да, наверное, сам, пока заходил вардить... Наверное, да, да. За бой Слорьесп, может быть, и такое. Боря, Вася. Мне кажется, сейчас с таким пиком им вообще фейлить недопустимо. Ну, кстати, так-то да, очень. Он должен сейчас все в стиле ювелира пройти, там, прям до кратса и все. Погранична прямо искать. Это Мурмидон, Суламид или что? Ну, видишь, намат ушел на то... Нет, это же, любой вещи идут же к нему. Они свапают, они поставили намат, думая, что там будет Лоудстоун стоять соло, терпеть против даблы, против дабл-мида, который сейчас и оказывается. Поэтому линии свапают обратно, намат вон со всех ног несется, пропустив парочку криповых вверх, стоять против КС Стайла. Ну, и, собственно, для него я не вижу проблемы стоять против Лоудстоуна, хотя Лоудстоун против милишников неприятен, но FF, я думаю, справится. Тем более, намат... Спарка на дабл-миде, мне тоже кажется. Не самая эффективная. Да, не лучший, конечно, саппор. Именно под Дранкенмастера. ДМ-то, да нет, под любого. ДМ-то тоже не лучший из мидеров, но все. Ну, да. Но он как для соло-мидеров, наверное, больше. А на бот отправили баблоса. Против Бензинтон, я не думаю, что у него проблемы. Он бы законтрил на миде из мурмидона и геомантера. Баблос получился соло-изи, что-то очень интересное. Да, игре в миде бы гораздо лучше. Конечно, гораздо лучше, что я возьму. А мол бы и корни, и корни, и карпа бы ловил. Пошел уже Генком мазать первым скиллом. Да. Первый вид филд мимо. Ну, понимая стратегию, надо, как начать знать геомантер. О, кстати, въезжаю сейчас по нему, там стенка на Харасе. Не слабо. Все, Дранкет. Дранкет, он без первого скилла еще. Ну, будет на третьем левеле, думаю, первый скилл. Да что ж ты будешь делать, не идут овощи у Генки, не растет кокос. Ну, это, как сказать, это такой скилл, как бы нельзя сто процентов. Ну, это скиллшот, ясен перец, у тебя же он нелегкий, но все-таки, ну уж прям там, знаешь, миллиметриками не дотягивается. А тем временем, всей стране интересно, как там у Борисполя-то дела. Борян варит пока что, ну, не сильно легко, конечно. Первый левел еще пока, да. Идут дела, идут, идут. Мне вот странное, кажется, решение, ну, стики бомб вкачать. Да, на первом левеле бомбу я тоже не понимаю, не понимаю зачем. Как бы дэмэджа там не сильно много, вот с третьим бы скиллом было бы попроще, по-моему. Нет, бомбочку надо вкачать там левел к третьему, к четвертому, когда нужно, чтобы она вот так, как сейчас он бросил, настакалась и бабахнула, да, болезненно. Но сейчас я не знаю. Ну, с первого левела ее не надо. Да, на первом она точно нужна, правда. Бубух, ахаха, говорит корпоратор. Бубух, ахаха. Прикольная озвучка очень на... этой аватарке бомбера. Ну, а тем временем интереснее, конечно же, дальше нам следить за намадом. Намад въезжает по лоудстону, кстати, достаточно полезненно. У лоудстона, конечно, по сравнению с намадом, есть большой минус, что он, когда кастует свой второй скилл по отношению второго скилла намада, то ему самому больно. А пока он не вкачал плейдс и свой третий скилл, то эта боль ощущается сильней. Я сейчас даже... Вот сейчас он стукнет, даже не понял, кому больнее было, но модель или музыка. Что там, конечно, ток под железным щитком, ну, хоть это не сильно влияет. Вот опять. Сейчас плита помогла. Но мне кажется, основной еще секшен, наверное, все-таки будут на миде. И вот, кстати, гена кидача с карта. Генка-то когда-нибудь попадет. Ну, в карта он там 100%. Ого! По геомайсеру. Ну, собственно, варианта убить его я вообще не наблюдаю. Да, ничего не получилось. Дранклимайсер все-таки на третьем лавале вкачал первый скилл. Есть у него ланж, но... Эффективность пока маловато. Лаванстав об этом уже знает. И не будет просто так давать свой дик первый скилл, чтобы... Ну да, он должен понять, что если он его выдаст, то... Это либо должен быть 100% килл, либо же он отъезжает. Кипа вот так вот, как сейчас там. Пятку давить, так скажем. О, сбили банки две. Сразу две банки. Вообще сахарок, кстати. Так-то вообще сахарок. Лоудстоун, Борян, Борян. Нашел все-таки. Че ж ты грустный-то? Кайстар почему-то грустит. Наверное, чувствует боль Борис. Да, да, да. Как бы и так третий левел только. Тут еще и ФБ подарил. Да, ФФ так старательно выигрывал свою линию. Будет ли это лайтбренд, кстати, на ФФе? Первым айтам интересен. Лайтбренд. Лайтбренд. Вот и я о том же. Лучше бы уже зашел сюда Рунг Кливер. Ну, кстати, такие дела. Если он так любит формить, да, то Батулфуре здесь бы смотрелось лучше, конечно. Чем что? Лайтбренд. Чего не лучшим, потому что все самое лучшее. Прома, да, это как бы, ну, не через Лайтбренд. Ого, геомастер, может быть, просчитался. Ну, наконец-то, вообще сахарок. Вообще, сахарок должен умирать, да, умирает на геомастера, но поменяли саппорта на потенциально фармилу мидера. Здесь, конечно, из дабл дэмэдж Дранкетмастера отчасти зарешал. Все-таки очень неприятный оказался нуля. И забрал он геомастера. Но, как по мне, Артур тоже принял не очень правильное решение разменять себя на саппорт. Ну, размина невыгодна, там, по сути, там фраг получил дранкет, убить мидера, а там саппорта, убить саппорта, как бы, это. Не есть хорошо. Кстати, Шурка, асту лист, если я чувствую очень прекрасно. Выигрывают и не зочек, ну, как бы не выигрывают, наравне стоит, да? Ну, да. С публиком, 6-ой левел, одновременно, примерно, равный. Кстати, въезжает. Интересное решение. А, на ульту маны не хватило, ага-га-га-га. Бабамца на серф маны не хватает. Но есть на дайкавер, уже есть на серф, уже есть на серф. Сейчас ему темпос выдаст ману, чтобы. Да, но, кстати, и Шурок понял, он понял, ты ушел, да. Что там темпос же где-то рядом есть. Лоу-стон есть по одном маду, ничего не было. Ого! Что-то происходит. Ого! Все, насколько эстел грустит. Ох, м, паска на грани, на грани. Опять расстроился. Что ж так на его эмоции-то действует, что я не понимаю. Депрессивно он какой-то сегодня. Лето он так погрить хочет. Может быть. Какой-то из видов троллинга, что ли. Или просто застряла девяточка с шифтом. Скорее всего, застряла. Можно еще так не взять, ты так, в общем, она. Кензинг, наоблетает по бабулце со своим ультой, попадает пермскивом. Будет, будет. Бабулце. Тейкавер просто. Да какой тейкавер, просто на тавер, просто на тавер, а на тавер нажал, мне показалось тейкавер был. Нажал на тавер. Не, 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 не было тейкавера. Кстати, бабулц, бабулц, что ты делаешь? Бабулц чуть не доста, сейчас уже, но... Да, как странно решение было. Он просто убил, что тычка пошла, урона не последовало, я что-то показал, что там буквально тейкал. Иван, снова погибает Дарантин Мальтер, пытается забрать Геомальтер, Геомальтер первый раз, похоже, играет Геомальтером. Лавнстав, первый раз на Геомальтере. Мне кажется, это, наверное, вообще первый раз на Геомальтере в компетенции. Эвер, да. Там неважно, кто на нем первый раз играет, может, в паблике было пару раз. Ну, как бы, Геомальтер это такой герой, его надо под кого-то брать стопроцентного, а тут как бы стопроцентного прям станут, ни от кого нельзя ожидать. Кстати, под кипер офигительно, очень больно. Да, надо что такое, что удерживает хотя бы. А тут, по сути, вот у кого стопроцентный станут. Ней. Ни у кого серьезно, там, бомбой тоже надо попасть, но вот, он только что и промахнулся. Как я уже говорил, Вася, Борис, Борис Василий. Ну, по фарму, конечно, он слабее темпостно, но колечко свое взял, так сказать. 150 гпм против 290, слабее. Прямо скажем, предатора бомбер обгоняет, при том, что... Ну, да. Это учитывая то, что предатор бы раз пять бы. Ну, прям просто, что только один фармер, его, ну, по сути, если правильно говорить, никто не обгоняет. Ну, глобально говоря, да? Ну, я бы сказал, что сейчас прям мангик капра играет идеально на нем, но можно делать это все побыстрее. Да. С темпостом никто не сравнится. Если бы еще легионеры кто-то стал... Тут просто же Пабус фидит, приходит с темпостом выходить часто. Как фидит? Отвлекаться, по крайней мере, мурме. Красные ботинки несут его, не знаю, к добру или нет. Что-то мурма хочет, явно. На варде уже спалился. Страх. Когда подозреваешь, что он где-то здесь. Такой просто морж спрятался. Да, журдяй такой за одним деревом спрятался. Меня не видно. Ворудрон. 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 Кстати, там озвучка прикольная, он, когда ульту включает. Когда ультует, я на это и пытаюсь процедировать. Видимо, ворудрон от юр сервису, так говорит. А хазер айфт, по-моему, он говорит. Или хазер айфт. А что-то такое. Сейчас мы узнаем это, походу. Нашли его. Ну что, Ворудрон, как всегда, не качал ульту, понятно, да? Кинка, он только на глазу, на шестом лавале качал. А вот это был Тейкавер. У, и что-то, что-то будет или нет, будет или нет. Мурмедон очень нужен, что-нибудь ничего не будет. Отстаньте. Засад на мидулайне, по геомайсеру ребята хотели бы въехать, возможно, и что-то будет? Так просто не испугаешь Лавенстафа. Главное, по-моему, от ранки, это чтобы он фармил. Просто геоматер, он уже по фарму выигрывает. Если посмотреть по ГПМ, там, 208, а там, 30. Все равно это лесная черепашка, меня, честно говоря, именно радует. Он, во-первых, кроме того, что милаха, так еще и лесной бомбер. Это же все так же Женькин, разрыв шаблона-то. Да, да, да. Он уже рвется. Все, наверное, слегка приближает такое тайное желание, чтобы котысли этот гейм, да? Ну, немножко есть. Я надеюсь на это. Просто если 5 битых. Я, кстати, недавно смотрел фарм готов и... О, не так. Летит Шур Кастулис. Тем временем, пока Шур Кастулис летел, Дранкинмастер забрал. Ой, здесь еще и бомбардирчик. Демп может продолжать. А, ланж не будет, прыжка нет. Ничего нет, все. Ну, по-моему, бомбера он может настигнуть. Сзади Лодстон подходит. Будет, да. Будет минус бомбер. И, наконец-то, овощи, но бомбер все-таки умрет. Лодстон живет. Хотел-то махнуться, нет. Не хотел. Шур Кастулис туда, думал обратно, туда, обратно. Он все-таки принял решение сейвиться в пятером команды Легиона на мидлайне. В принципе, это правильное решение. То есть я даже не знаю, что лучше, когда мы подождать чего-то или сейчас. Хотя, по сути, по их пику. Ну, ты знаешь, все-таки на мат, мне кажется, больше, чем ДН. Оу. Но дело в том, что на мату... Рассказ геомансера пошел по песочку. ФФ, он, кажется, пошел в этот, в НБИС. То есть это был чувак, а не 800 хп, как бы, он очень уязвим. То есть он даже будет проходить рядом, он будет разваливаться там от Ауди. Серфа, баблс, от того же там. Ты тебе его баблс сможет там 80% снимать в соул. Вот против такого пика, не знаю, может, даже можно было раскошелиться даже на какой-нибудь хелм, что ли. Да, ну, он понимает, что, собственно, тяжело команде тащить сейчас этот мидлгейм. И игра в любом случае уйдет в эффективное использование керри. Соответственно, керри должен быть к этому подготовлен. Ну, а без формайта, я не знаю, я не знаю. Ну, инвес, это же, ведь тоже не формайта. Ну, конечно же, без формайта, я не знаю, что он уже ударил его, он уже ударил, снялся, все. Что, как бы, ощущается, да, что он скинстав, как бы не тащит. Ну, что лицо? Ой, бензингтон, 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 бензингтон. Я пущу, чуть-чуть, будет умираем, должен умереть бензи. Да, круто. Баба, уж пытался подстилить. Да, уже думал, там что-то подстопливал тоже. Что-то там, пытался там, замах. Ну, 5-3, команда 5-bit. Ничего так. Эти, по графикам. Вот сейчас вот действительно, как бы это, ну, удивительно бы не звучало, но как ты проигрываешь по фарме. Так, 4 куска проигрываешь. 4 куска, да, на 12 минуту, ничего там. Да, 12 минуты, ну, вот серьезно. По-моему, из всех опытов, лесной бомбардир самый неудачный, мне кажется. Ну, тем не менее, я все еще в бомбу верю, я его не хочу спускать с счетов. Он все-таки будет ультовать, он что-нибудь будет иметь, он типа не стилит экспу своей команды. Я понимаю, что это решение, возможно, вызвано именно тем, что, ну, не сильно удачно пикнули, так и быть. Ну, вот, но бомба пригодится когда-нибудь. Вот, например, сейчас. Пытается забрать Бабулса. Бабулса не получит, но пытается Темпуса забрать. Темпуса заберут. Пытаться не надо. Просто геомансер как-то похуже, чем ДМ. А геомансер импаски очень больно на миде делает. Бомба вверху снова помирает, геомансер импаску пока не добивает. Геомансер на тапках и у него есть стат. Да, без бутцов никак. Ну, а вверху, кстати, снова умер Барьянчик. Его ГПМ теперь... Нет, 150-таки бутец остался. Да, Темпус в два раза больше. В два. Все-таки инвиз на ФФ, никаких экспериментов с Сайленсами, например. Хотя Сальцок так-то вообще офигительный айтем в этой тоже игре. Ого! Ой-ой-ой! Вот оно. Я задал, конечно, форс-пал. Вот эти вот 800 хп будут снимать один Бабблс. Я, честно говоря, настолько обрадуюсь за команду 5-бит. На мидлайне мы видим драку, она приведет к смерти Бензинтона и все. Бум! Вот, так вот я обрадуюсь за команду 5-бит, если вдруг они даже вот, несмотря на этот откровенный буст от котов, ну... Я бы даже не сказал, вдруг, сейчас, по-моему, шансы... Шансы велики, да. 70 на 30 даже, по-моему, на данном, вот так. Ну, это хорошо, и мораль бустанет, и известность, я думаю, приподнимет, не говоря уже о том, что шанс непризрачный будет, и у них попасть на ланы. Не призрачный. Ну, из 7 игр 5 побед, это как бы... Если они котов сейчас победят, 5 побед. А там же учитывается еще и прошлые 2 цикла. Ну да, они играли, но, но они получали в своих дивизионах, снова умирает Карбик, в своих дивизионах они получали очки, поэтому, если они сейчас займут второе место вдруг по результатам всего 3-го сезона, 3-го цикла, то они точно едут. Они четвертое место занимают в рейтинге. Ну, они, кажется, вытеснят команду Мека, если я не ошибаюсь. Вон, Сашка Стронг, пошла уже реклама. Я тогда же мышкой отвел специально, чтобы... Все уже в магазине продается, все это есть за сильвер. Искать пак, тот, который со скидкой нужна, собственно говоря, в паках, это в магазине в менюшке сверху последний пункт. А что за пак, там это все запаковали? Потому что там это все запаковано, все 4 товара с 20% скидкой. Одновременно. Ну, на самом деле, такая хорошая акция. Не пропускаем ее. Невидомая щедрость от карьеры. Давно все просили Таун за сильвер. Вот мы, собственно, с Сашкой Стронгом вдвоем тут это лоббировали и долоббировались. Так что с 20%... Знаешь, мне казалось, что Таун у всех есть. Просто в какой-то, я не знаю, в прошлом году, по-моему, была акция типа отыграй 10 игр и получай свой Таун. Да, много других игроков. Ну, в общем, это не сильно важно. Не у всех, короче, есть. Хотелось бы пока небольшая вечериночка говорит сказать о том, что в этой игре еще не говорил про Лан, хотя уже сказал, что команда 5-бит получит шанс на него, может быть, даже и поехать. Лан анонсирован и последние новости на Хонгарина.ру ждет всех пытливых умов. Идите, читайте. Этот Лан, честно говоря, мое дитё, можно сказать, я год добиваюсь Лана в Киеве. И вот его наконец-то подтвердили. И он точно должен состояться 8-9 февраля. Этот Лан станет отборочным Ланом для поездки в Бангкок. Также на Лан приедут еще две команды с турецкого Хонца. И они будут за свой слот бороться между собой, так скажем, хотя сыграют с нашими ребятами также в групповом этапе. Это по-любому будет классный ивент, поэтому уже бронируйте места, билеты. Ну, на самом деле, места там в зале не нужно бронировать. Снова уехал Барян. Нужно просто приехать 8-9 февраля в Киев, в киберспорт-арену, где с топ-4 командами встретиться со мной, конечно же, с Женьком, может, даже с Тендимоном. Он там копит что-то там, что ты там копишь, Тендимон. Неважно, в общем, желание пока. Жизненный экспириенс он копит, скажем так. Вот уже 20 какого-то числа забирает он свой загранпаспорт, значит, шансы его тоже увеличиваются. Ну, а команды SWAG вероятность вообще немаленькая. Вообще немаленькая. Я пока что ловел апаю, тоже 17-й пусть, да? Да, 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 как-то так. 17-й недавно взял. Первый, да, ты взял? 18-й нужен прям, чтобы уверенно. Ну, год остался до 18-го. Ну, да, поэтому... Ну, SWAG, да, смело сидят сейчас на втором месте по рейтингу Хонтура, и это дает им большую уверенность в том, что... Собственно, не большой, а 100%. Вот так. То есть не поехать не смогут, даже если займут какой-то там 8-й. Поэтому SWAG должны сейчас собраться тоже именно с желанием. Собрать... Освободить эти даты, собрать загранпаспорта и в Киев точно прибыть. Ну, Легион 10-5. Сейчас будет такой... Куда въезжает? Ох, отличный от блинга темпоста. Сиро Бензингтон въехал не самым удачным способом, но вот сейчас мы видим, кстати, эффективность. Культа темпоста хорошая по троим. Под метеоритом все это выгорает. Быстро закончилось, тогда темпост крутнул по метеориту троих. Все трое уже умерли. Мурмидон, возможно, даже надавит немного 5. Да, что-то будет. Луксон даже заберут. Иллюзия Бензингтона, отлично. Не, ну, бомбер хотел забрал, но иллюзия. Ну, иллюзия подхарасили, ничего такого. Иллюзия еще и хорошо светит темпоста. А у иллюзии, кстати, еще и третий скил набирается там, то есть они тоже на раме. Бензингтон тоже настакивается, да. Плюс даггер сбивает. Будет, нет, не будет темпоста. Что-то за такое пугало. Четвертый такой, блин на 300 нж. Это как таблетка, можно сказать, только еще меньше, по-моему. Просто мне кажется, он его натыкивал. Допрыгнет, должен, да, допрыгнет. Генка, карп. Краешка мог, краешком же команде Акапра. Погибает. Даже бомбачку на всуну. Кинофоне 4-0-3 и единственный бессмертный в этом матче, кстати. Единственный, нефидак. Генка, красавка. Возлагаются надежды. Причем, смотри, полностью деф-сборка у пацана. Ну да. Чисто, чтобы выживать. Ворды. Мне все же интересно. Он обтекивает себя вордами. Какой-нибудь весминс хотя бы. Или это не царская тема? Не царская тема. Знаешь, я тоже на 1500 не покупаю шенкингхэд. Но, кстати, на 1500, да, никто не покупает шенкингхэд. Запрещено. Хочется убивать. Я лучше... Ну, что как-нибудь себе восприняли 5-бит именно как 1500. Но 5-бит, ну, так. Наверное, на 1655. Вот так, да. С половиной. Ну, более точная оценка Евгения, конечно же. Все помнят, как я шикарно выставил время на DreamHack'е. И это было очень... Идеально. На лутсон не появился гем и... Айтем за 300. Кстати, сейчас наканурую. Команцера проблема. Каплем Пензентона. И отнижается. Каплем Пензентон умер тоже. И дело тоже. Каплем Пензентон живой, но ненадолго лет нет. Нет, все, нас там засветили. Засветили. Очень больно, что ДМ бьет. Ну, как-то так, картина, знаете, проясняется все больше и больше, там, не знаю, победителя, так сказать, указывает на него. Ну да, весы уже явно переворачиваются в сторону даже Дранкенмастера с Бульварком и Шрилдбрейкером. Ну, коты пока не консиднут, коты консидой не будет еще. Конечно, коты не консиднут. Для котов это абсолютно нерешающая игра, но... Они свои очки имеют, свое первое место получат, но все же. Ну, просто, я говорю, я смотрел стримы, гены и FF крайне не любит проигрывать. Не любит, в смысле, рейджинг? У него же пара желаний там, думаю, давайте я какую-нибудь хрень возьму. Давай, гол. Он такой, да не, 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 давайте выигрываемся. В итоге там они все понабрали хрень, но FF дали данки, и там, все-таки, вывезли, так сказать. Ну, там ампир все-таки не на мацинвизму. Ну, это да. Кстати, это, походу, быстрый выход на Шранкенпет, как сказать, быстрый. Ну, а 21-ая минута очень быстрый. Второе, почему-то по таким курайтом. Ну, а Дранкета, он ему, конечно, не сильно поможет. Дранкет-мастер, он уже на бульварке с шилдбрейкером. Сейчас, там просто очень сложно. Кто-то третьего левела, а шилдбрейкер будет. Да, тэпкой третий. И это очень неприятно, кстати. Это даже крайне неприятно. По тем, что есть сайлент от бабулса, там. Тульта от темпуса. Ну, то есть, как бы, есть на кого, если что, понадеяться, как бы. Да, дэм уже очень больно будет. Он уже пьерой бьет, там, даже чуть больше дэмэджа будет бывать, потому что там минус армора уже будет. Так, еще плюс у легиона, там, все герои, такие, ну, как бы, ультан бабулса 100%. Те же страны от темпуса тоже 100%. На Плоудстоуна, ну, сложно, конечно, промазать дрели, но все-таки умудряются некоторые игроки так делать. Ну, здесь так как раз кучу 100% дизейлов, которые помогут немного. Да, да, да. Так, такие, прав, должить за тем же бабулсом и влететь, там, распаде армора, так сказать. Армора семьи. И минусом, у кого-нибудь. Мне кажется, я даю жизнь, но так стараются вести более осторожно, не хотят у них. Ну, они как-то, да, видимо, уже не такое у них веселье. Ну, при начале, когда, когда я начиналась, там, явно ощущалось, что они... Самый первый, по-моему, расстроился, это карбюратор. Да, скорее всего. Первый клэвел не пошел, во-вторых, ФБ забрали на него. Ну, может, и я тут тоже, конечно, сыграл свою роль, может, он и не собирался быть лесным. Там, Шанрис, тебе убедите, это все. Буду лесным все. Ну, пока не у нас подрались, в принципе, конечно, но недолго, мне кажется. Видят, но надо гем-гейс. Лиз выдал отличный, вообще. Ну, она видна под гемом. Я, что-то гем. Дабл, дабл тэп. Кстати, взрыва от геоматрии очень сильная. А все еще живы, Легионы. Не умрет, все живы и все выживы. Почему бабки? 11 в обмен на 0. 5-0. Вообще просто. Мне кажется, это же надо задуматься прям, серьезно, да? Что же задуматься? 15 кусков голды? Я не знаю, что вы там все думаете, но, может быть, Барян Догон будет сейчас собирать? Да нет, это все-таки Гостмарчер. Да стыдно, миша. Ну, Догон, это было бы, серьезно, да? Удар в спину. Кафе Ф, который, наверное, реально пытается выиграть. Но Ф повторается, он даже инвиз включил под гемом. Все стул. Да, о-о-о. Усыпайте, смог. Под гемомога. Ощущий. Еще делим все время, когда же, когда Квамы, это во втором цикле, взяли Номада, там, модикус, и чувак, как это в чате писал, Номад с тремя инвизами умирает, что за дно? Те, Номад с тремя инвизами не контрится. Не контрится. Вообще, инвизники не контрятся. Ты ставь, просто раз, сделал печку, обувь, инвиз, все, тебя не видно. То есть, для них не существует ни гема, ни вардов. Профессиональные игроки в чате свои мнения высказывают. Ну, в чате просто там сидят. Не, просто уже пишут, да тут уже ГГ. Опытные. Они понимают, просто они с первых параметра даже могут по пику определить. Я вообще мастер спорта по определению победителя. 50% вероятность, потому что. Просто потому что говоришь случайно, а у тебя 50% вероятность, что ты выиграешь. Все, все, несложно. Ну, да, как бы, по теории вероятности. Ну, просто это не очень часто работает против команды котов. Не, ну, нет, точно так же работает. Это же как с динозавром на улицах. Ну, да, то есть 50 на 50, либо видишь, либо нет. Либо ты взвешенный, делаешь оценку, либо нет. Темпус уже с Шранкином. Кстати, это Шранкин или Токареца? Я тоже не могу понять. Ну, Нома тоже, может, это рецепт. 400 гпм, наверное, только рецепт. Ты знаешь, наверное, только рецепт. Нет, по-моему, это уже все. Это в сборе. 400 гпм, как бы, это норма. Стимбомбардер начинает вытягиваться 200 уже. Вот, смотря даже на пик легиона, я на месте ФФБ, ну, саму ночью она была тариться ему немножечко по-другому. Ну, там, не знаю, может, Стимбурцы, например, и Энерджайзер. А, Стимбурцы, Энерджайзер. Подняли бы его статы и, как бы, компенсация мухспиды от этого Энерджайзера. И ему бы не нужно было покупать эти гостмарчеры. Дааа. Чтобы было идти поплотнее. Ну, а дальше, мне кажется, что дальше бульварк от того же ДМ одефать себя и команду. Да, да, да. Как-то вот так. Да и даймоник на Номаде идеально, по сути, смотрится. Но это дадут ли ему просто... Сейчас мы видим, вот они все зажатые на базе. Там Номад пытается, конечно, заспитить. Но вышка там еще 950 хп. Так, он это не... Ну, ТПшка у него есть, он есть, повернется сразу. Само собой. Вот, как Кирилл, Номад, если что, его... Ну, не дает ему карить, это его худощавость. Угу. Пишем, какого-то он ватный. Тысяча хп, тысяча сто. Нужно просто его сборку, очень грамотно, обдумать. Ну, как мы его собрали телодством. Дефают баллисту просто, они тупо дефают баллисту, но не получилось задефать он достаточно долго. Гинка. Таким подкурить. Да. Дэм, кстати, так сейчас первым скилом, мне кажется, он должен убить чью Мурмедону. Но Мурмедону на страйд грамм, это да. Просто тут, тут. Если он успеет, ну, наш на реакцию включитель тут, блядь. Ну, ладно, он может быть. И человек, тычь. Окей. За выездить так сказать, полсекунды файта. Ну, катан дефаться пока есть, чем по сути-то, овощи Мурмедона. Но глифа уже нету, по-моему. Опа. Ну, как и предполагалось, Дэм ваншот, это, но ваншот, но он здесь именно геомастер, а ульту катая темпус просто так, для красоты. Ну, я не знаю, с какой целью, ну, просто потому что он мог это сделать, и все. Эта победа, оказывается, по мнению суперкрутого профессионала, нашего турнирного главаря ХЗТЕМЫ, немало решает. Ага. Победить команду котов там, а чей должна приводить? Дело в том, что не в очках делаем, не в очках. В дальнейшем, в дальнейших обстоятельствах, если коты захотят, то они могут сделать так, что, ну, короче, как им выгодно будет топ сложиться. Ну, они, правда, возможно, пожертвуют из-за этого первым местом, например, на второе, но это может много чего поменять. Не думаю, что они это сделают, а все-таки вопрос уже в деньгах, а не в групповом престиже. Но, в общем, тут мы дискутируем в скайпе параллельно. Не могу я прям все расскажу, сами допирайте. Может, напишем в воскресенье, напишем отчет с Темочкой по поводу того, какие варианты развития событий есть. Их достаточно большое количество. В групповой стадии, кто будет первое место, кто второе, типа? Или какие события? Ну, там просто получается так, что хотят к вам смекой оставить в финалах одна часть турнира, а другая часть игроков не хочет, чтобы команда к вам поехала. Ух ты как. И варианты есть и такие, и такие, и такие. Скажем так, в зависимости от результатов финальных, много что поменяется. Конкретно эта игра, если 5-бит ее выигрывает, то она в групповом этапе даст игру команды Cats не с 5-бит, а с GK, что 5-битом дает на один шанс больше. Поэтому тут тоже, в общем, есть вариант. Да, там потом встретить обозленых котов, ты. Жахту забрали. Василий уже пишет, дайте инвайт. Коллеги. Коллеги, нам пишет. Ах, Василий. Ну, да, да, хотел написать, коллеги. Коллеги, да, коллеги, дайте инвайт. Коллеги по игре, дайте инвайт. Ну, у него просто нет грубости в голосе, поэтому... Его, нашли геомансера, ничего не изменили. Сам странно, Месси его нашли, не понимаешь, что он там делал. Прикольная стенка, интересно же, как его там заметили. Прикольная стенка, пацаны там стоят, думают. Ну, тут конкретная ПП, а ничего вообще нет возможности сделать. 20 секунд с этим ДМ еще на токене. Может, команда котов хочет совершить невозможное... Я фэнс, а динайл барак? Не, 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 дай денег. Наш совершить невозможное и победить только с одним троном. Неплохой прыжок от ДМ такой, достаточно затяжной. Смертельный. Не, Нома, кстати, его больно бьет, несмотря на то, что их еще ничего не имеет. Ну, тут все, наверное. Конечно, все. Не, ну, конечно, можно еще поиграть с одной лайн, с одним лайном, но какой смысл, когда уже перепармить 30 тысяч? То есть, Нома, ты еще даже не можешь ранкинг купить. А от остальных игр, я просто не знаю, что кому нужно, там, ПК, Геомантиру, там, Фикса, Бомбардиру. Вот просто что им надо, чтобы тоже выиграть как-то эту игру. Сатана Рапира на Маде. Нет, ну, конечно. И какие-то еще варианты. Я уже пишу, кого винить. Пишу я в чат. Мы поздравляем команду 5бит, победы над командой Кэтс. Произошло таки это смещение строк. Мне кажется, кто-то подсглазил чуть-чуть, да? Там еще в начале игры что-то говорилось. Да, да, чуть-чуть. Борика пишет, суисайдер не очень, короче. Вот в чем мы нашли. В общем, крайнего Шайл Стайл, скорее всего, именно из-за него. Все проиграли. Ну, в общем-то, лидер по смертям Лавенстафф, именно Геомансер умер 9 раз. Мне кажется, это все из-за Бензингтона, да? Мне тоже кажется, что Бензингтон вовсе виноват. Саппорт ворды не ставит. Вообще, коты, в общем, очень жалуются. Проиграли они команды 5битов. А 5бит мы поздравляем с выходом, с отменным выходом из группы, с очень крутым, на самом деле, выступлением. Никто этого не ожидал. Вообще никто. Знаешь, Ваня, у меня шаблон все равно разорвался. В общем, эти битки странные вот эти вот. Начинаются там всякие геомансеры, что-то Мурмедона уже можем. Коты, понятно, что отдавали эту игру. В смысле, они не... Мне кажется, они должны были чем-то перестраховаться таким серьезным. Должны были. 053, на Муадом они перестраховались. Хоть и Фефе неплохо выступал. Все-таки порвался у меня шаблон не от бомбардира, а от выступления. Сейчас, поцепь, одно и то же, это не сильно хорошо. Но, в общем... Там, кстати, дранки, 434 клика в минуту дел. Где он так похел? А, кстати, да, 434 клика. А, наверное, колесико уже уехало от мышки, наверное. Да, колесо вертел просто аж вообще. Вертел-потел. Пальцы протерты, наверное. Ну, я, кстати, понимаю его боль. Если взглянуть на его статистику, у Мэрия Нули, да. У него, видать, лузок-то только что приключился, наверное, недавно. Как и многие сейчас экспериментаторы с статистикой и набиванием беспроигрышных результатов, Нули, видать, будут тоже на том пути, но на 21-й победе его крутой путь оборвался. У Тендимона, кстати, 71-0, поэтому становитесь, дорогие друзья, в ТММО. Слушайте, это не надо было кричать. Прямо сидя перед телевизором, можете хлопать. Мы поздравим команду 5Bit с победой над командой Cats. Это отличное событие и скоро продолжим с игрой SWAG против Мека.